Это могло бы быть настоящей сенсацией. Первый замминистра сельского хозяйства Громыко выходит к журналистам, чтобы прямым текстом обвинить пальмовое масло в гастрономическом покушении на его собственную жизнь. Внешне чизкейк. Съел, чувствую, ем солидол. Уже разобрался распотребнадзор. Использовались низкокачественные стеариновые фракции пальмового масла. Но с другой стороны, кого винить конкретно непонятно. Ведь поставляет нам это добро бог пойми откуда и как. Вот, пожалуйста, Вьетнам. Тут оно зреет. Тут же местный фермер в своей тропической избушке дешево и сердито отпаривает, отжимает семена пальмы. И, наконец, получается то самое маслице, которое не на хлеб. На шпалы лучше бы намазывать. Они же грязные. А для чего мы можем использовать такое масло в пищевые продукты? Можно добавлять? Мне не важно, что вы будете из этого делать. А вот как раз на масло жировом производстве под Белгородом из этого могут сделать все, что угодно. Нет, конечно, никто мутной жижи здесь конфет не заливает. Но после промышленной обработки пальмовое масло чудесным образом превращается хочешь в майонезы, а хочешь в печенье. Нисколько не боюсь есть вот это печенье. Это вредный продукт? Нет. Это вкусный продукт. По статистике, чуть ли не каждый второй продукт в упаковке из супермаркета содержит в себе пальмовое масло. Так что собрать целую корзину на пальме дело-то нехитрое. Особенно если учесть, что все это дешевле. Вот скажем, вот этот сыр, а точнее сырный продукт, всего за 5,90. Ну где-то за такие деньги натуральные сыщешь. Правительстве тоже обратили внимание на эти странности. Импорт пальмового масла растет, производство сыров растет, а молочка-то при этом на месте стоит. Намек понятен, и подход пальмового масла к нашим желудкам в ближайшее время могут ограничить специальным акцизом. С каждой завезенной тонной планируют взимать до 30% стоимости. Впрочем, производители в одиночку лишний груз тянуть не собираются. Мы тоже вынуждены будем закладывать стоимость акциза в свою продукцию. Финансовый аналитик Андрей Сизов на расчеты с акцизом смотрит с подозрением и видит в них недобрый знак и даже удар по самым незащищенным слоям населения. Тех, у кого сейчас нет денег на сыр, кто покупает сырный продукт, который, да, сырный продукт он делает из растительных масел, в том числе и пальмы, так вот у них просто денег не будет на этот самый сырный продукт. Но с другой стороны, хватит себя травить. Под совместную раздачу могут попасть и другие вредные продукты, газировка или чипсы. Как это часто бывает у нас, забота о здоровье нации идет с оглядкой на западный опыт. Это мексиканец Эдуардо Галлега с жертвой чрезмерной любви ко всему вредному сразу. Его, так сказать, диета в Мексике – это классика жанра. Хот-доги, кукурузные чипсы, жареные курочки и постоянный допинг газировкой. Здесь все злоупотребляют газировкой, а надо бы хоть иногда молоко или обычную воду пить. Неудивительно, что мексиканцы чуть ли не больше всех в мире дуют газировки. Аж по 163 литра на человека в год. Правительство от такого нездорового сандаголизма забило тревогу и ввело 10-процентный налог на каждый литр сахарной газировки. Пить ее стали меньше на эти же 10%, да и казна ежегодно пополняется на 700 миллионов долларов. Похожие законы работают в Финляндии, там под дополнительным налогом мороженое, в Венгрии – чипсы, а в Дании уже почти как 100 лет действует так называемый налог на сахар. Даша Волдер и экономист, и предприниматель. У нее собственный завод по производству сладостей. И она рассказывает, что раньше деньги собирали еще и за повышенное содержание жира в продуктах. Этот закон отменили в 2013-м, просто он не работал. Датчане уезжали закупать продукты в соседнюю Германию, просто там они были намного дешевле. Вредный ассортимент датских магазинов, кстати, мало чем отличается от московских. Масло, какао, жир, пальмовый написано прямо. И по мнению директора Института экономики и финансов Валерия Сенкова, нам неплохо бы обратить внимание на их налоги. Тем более, что у нас же никто не побежит покупать незначительно подорожавшие чипсы за границу. Стандартная упаковка чипсов, если она стоит условно 60 рублей, то значит, ее цена будет 72 рубля. Борьба за ЗОЖ, это, конечно, хорошо. Вопрос только, сколько все эти налоги на вредность смогут принести бюджету? По нам, если калькулятор все-таки 2 миллиарда от 16 триллионов, считать это на пальцах достаточно сложно. Ну да, это капля в море. Здесь капля, там капля, глядишь и на что серьезное наскребется. Не все же травиться, надо и пользу извлекать. Николай Дубинин, Александр Попов и Оксана Веселева. Центральное телевидение. Продолжение следует...